Экономить не значит жить бедно. Многие могилевщане заработали свой капитал, научившись говорить нет ненужным привычкам и лишним тратам. Сегодня в рубрике по карману я расскажу вам, как следуя самым простым советам оставаться при деньгах. Начнем с привычки ездить на личном автомобиле. Нет, пересаживаться на общественный транспорт мы вас не просим, а лишь предлагаем добираться на работу вместе с коллегами-автомобилистами, либо соседями, которым с вами по пути. Тот же комфорт и быстрота. Договоритесь, эту неделю я вожу вас, следующую другой и так далее. Например, ваш ежедневный будничный маршрут улица Криулина Политехнический колледж. Расстояние 6 километров в одну сторону в пути 10 минут. 4 человека в автомобиле. Расход топлива за поездку в среднем около полулитра. В деньгах это 6 тысяч рублей. Добавляем еще 20 процентов на амортизацию транспортного средства и получаем чуть более 7 тысяч рублей. Таким образом, ваша экономия за месяц, не повлиявшая ни на время, ни на комфорт, составит чуть менее четверти миллиона рублей. Скоро в карманах могилевчан зазвенит мелочь, в семьях станут актуальны копилки. Ну а пока приучите себя, возвращаясь домой, из кошельков вынимать мелкие купюры. И так каждый день. В итоге за месяц вы будете приятно удивлены своим накоплением. К тому же это поможет вам избежать лишних трат. Когда захотев купить вещь не такую уж и важную, вам будет психологически сложнее совершить размен крупной купюры. Избавьтесь от еще одной, вряд ли такой нужной вам привычки. Покупайте продукты не каждый день, а лишь несколько раз в месяц. Отправляйтесь за покупками, когда холодильник будет почти пуст. Для удобства контроля своих расходов заведите себе тетрадь. Каждый день пишите в нее все свои денежные траты. Спустя время наполнение такой тетрадки будет вызывать у вас только интерес и азарт. Когда вы будете проверять свои записи, удивление вам обеспечено. Вы узнаете, сколько денег ушло на ненужные вещи. Анализируйте свои расходы, становитесь более дисциплинированными в финансовых вопросах. И помните, деньги любят бережные отношения.